Есть много армян в Бруклине, но их мало, чисто статистических очень мало. В Бруклине нет ни одного армянского ресторана, который бы продержался больше пяти лет. Открывают какой-то армянский бизнес, закрывают. Вот ресторан Баку, извини меня, он уже там 25 лет стоит, грузинских мест 3-4 всегда есть, а вот в армянское место не сюда можно попасть. Говорят, о, открылся армянский ресторан, потом бак закрылся. Я знаю, что в Армении есть тоже в Нью-Джерси. В Нью-Джерси? Много армян там. А ты думаешь, где я Арарат покупаю? Я за Араратом езжу в Нью-Джерси. Там есть магазин китайцы, причем я же не армяник. Вот у них самый хороший выбор Арарата. А вы знаете, как можно проверить бутылку Арарата? Наш или нет? Ну, в основном за Ичин. На каждой бутылке Арарата есть наклейка, вертикальная наклейка, вот у горлышка. На этой наклейке есть надпись Арарат, коричневый цвет. Если вы потяните эту надпись, она за 5-7 секунд желтеет, умеет цвет. Лежит температура руки. Потом эта бумажка, эта надпись опять получает свой коричневый цвет. И каждый раз так можно проверить, это наш Арарат, который мы экспортируем, или не наш, а не Арарат. Я не узнал. Я обязательно попробую. В магазине, кстати, можно проверить. Буду тереть. Да. Потому что это термобумага, если она не меняет цвет, то есть если это ламинированная лица, то... Интересно. Очень интересно. У нас там в Лос-Анджелесе есть экспортер, магазин экспортер, но не магазин, так... Импортер. Да. У нас там магазин есть в Джонс. Джонс? Угу. Это магазин. Угу. И люди покупают коня или платку символов. Они говорят, это никто. Да. Угу. И мой труд нашел вот этот препартер, ну, место. Он спросил, вы готовите этим магазин коня или нет? Он говорит, да, ну, нет. Только только так можно. Как возможно. Знаешь так? Пойди в магазин, купить коня. У нас на сайте, к сожалению, не только каждый магазин дистрибьютор, который работает с Арараратом, но на сайте есть информация, в каком городе, в какой магазин, по какому адресу надо идти, чтобы приобрести настоящий коня Арарарат. Кроме того, что можно через эту надпись проверить, еще и можно проверить через сайт. На сайте есть адреса магазинов дистрибьютора. Спешу такой вопрос, потому что я нашел один интересный коньяк, вроде как он производится вами. Где? Я нашел его в Америке, в Remedy Wine, он называется вот сатэ. Я даже разговаривал с владельцем магазина этого Remedy Wine, который я знаю, он сказал, что это вы производите. Вот, но я... Какой коньяк? Да, я даже его пролистаю, я немножко увеличу тебе его. Вот, видишь, что написано? Особенно производится с... Боттель, покупатель и брендинг компанией, для импортированных продаж. Потому что у нас есть некоторые продукты, которые не в Армении, но они экспортируются. Ну, ты не знаешь конкретно про сатэ, да? Я вот про этот... Нет, не знаю. Как называется? Он называется сатэ. Можно после экскурсии спросить мою коллегу, которая тут уже 28 лет работает. Да, давай спросим. Потому что я, вот этот хозяин Remedy Wine, мне его рекомендовал. Он сказал, хороший. Я говорю, кто производит? Он говорит, Арарат производит. Вереван Грэдди Капни, это мы. Вот поэтому я и спрашиваю. Давай спросим, потому что я хочу купить, попробовать. Пусть вы сможете. Я рекомендую попробовать. Да, он рекомендовал его. Он рекомендовал его. Потому что, если честно, вот если взять так вот балк, в общем, армянский коньяк, то больше, конечно, плохого, чем хорошего на рынке. Потому что всякие там, я не знаю... На 40 производителей. Да, да, да. Вот скажем, Идживан. Я купил бейс коньяк Идживан, потому что неимрут, который все любят, не было его. И мне он абсолютно не понравился. Идживан три звезды, да? Я его пить не мог. Но здесь есть интересная часть истории. Я его одолжене, потому что я его немножко отпил. Она работает в Hedge Fund в New York City в Манхэттене. И у них такая, знаешь, расслабленная политика в компании. Они пьют на работе. То есть у них вот есть как бы кафетерий, где они там кофе берут. И там стоят бутылки с бурбоном. Это считается нормально выпить на работе. Я говорю, знаешь что? Я говорю, отнеси эту бутылку на работу, поставь ее. Я не хочу выбрасывать. Просто поставь. Так вот, у него потом 5 человек спросили, где она покупала это тело. А мне он не пошел. Иджи Ван. Вообще Иджи Ван вроде хороший, да? Может быть. Иджи Ван брендикамер. Иджи Ван можно купить. Хон. Как Хон сказать? Хон? Хон. 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 Хон это слива. Хон. Я вообще Хон тут только увидела. Я не знаю так на русском. Потому что я сама не вижу Хон. А. Фихуа? Да. Фихуа. А там есть еще раз. Кизил? Да. Кизил. Канила и черри. Канила и черри. Канила и черри. Канила и черри. Да. Кизила. Кизиловая водка. Все любят армянскую кизиловую водку. Иджи Ван очень хорошую. Тутовую водку все любят, да. Я хочу попробовать более старую иджи Ван. Вот не мрут, говорят, хорошую. Но я его никогда не мог найти. Такая драма. Вот ему везет. Он живет как бы в Мекке, а коньяка в Америке. Я... Я... Я не телефон. Я не телефон. Это же свой. Позвони. Вот это надо. Спасибо вам, брат. Спасибо. Все за правильный. Это правильный. Слушайте, ребята. Если хотите в Нью-Йорк приехать, у меня большой дом. Всегда, пожалуйста. Это просто. Лос-Анджелес. У меня брат живет в Глан-Дейле. Да? Да. 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 Вернее, он живет в Нот-Халовуд. Всем говорит, что живет в Глан-Дейле. Вот такой он человек, понимаешь? Вот такой. То есть, его машина стоит примерно в три раза больше, чем его дом. Ну, типичный армянин, понимаешь? То есть, Геленваген или ничто. Это название. Да. У него мама армянка. Он сводный мой брат по папе. Вот он ярко выраженный армянин. А у меня мама русская. Поэтому сложно сказать вообще кто. Меня обычно евреи за своего принимают. Я бы не свармашник. Да. Никто бы не сказал, что я армянин. Потому что мама русская. Много русских генов. А вот мой брат сводный. Он ярко выраженный армянин. Потому что у него мама Хачикян. Ну, так. Сады? Сады. Сады. Так мы всё добили. В общем. Ага. Сейчас, помню. Ох. Сады. Так мы всё добили. Всё. 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 Да. Ну, всё. Спасибо. Мне еще сегодня ходить по Еревану, я не хочу спотыкаться по Еревану. Ну ладно, спасибо. Давай выпьем знакомство. Я Саша, как ты? Гриша. Гриша. Гриш я. Саш я. У меня имя русское. Ну почему? Грегори. Григорий. Да. 21 лет мы как русский по-русски. Я не говорю так много, с кем общаться там. Знаешь, мы еще хранятся. Я не знаю. Вот mistakes я говорю. У тебя очень хороший русский. У тебя очень хороший русский. А супругу как живут? Лили? Лили? Найс. Тоже армянка. Найс. Ты предпочитаешь по-английски говорить? А она прекрасно понимает. Ммм. Это сложно по-русски, но я полностью понимаю. Найс. Я тоже могу говорить, но это сложнее. Так что твоя натива армянская? Найс. Ну я знаю английский. Ну мы ничего не говорим. Найс. 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 Мы не любим БЛМ-субъекты, да? Если мы говорим БЛМ-субъекты, то эти субъекты будут связаны к нам, потому что мы тоже черные. Да? Пожалуйста. Пожалуйста. Американцы называют белых кавказцы. Веришь или нет? Да. А не белых называют кавказцы. Кавказцы. И когда я им пытаюсь объяснить, что нет, кавказцы в России это не белые, это кавказцы, они не понимают, что это такое. Но там есть white, Caucasian, да? Ну когда что-то... Caucasian is white. Там есть white non-Hispanic и там есть white Hispanic. А, ты прав. Да, ты прав. Было, было Caucasian, white, Hispanic, non-Hispanic. Правда. Сейчас нет. Да. Но Caucasian у них всегда считается белой, я не понимаю почему. А Caucasian, ну что мы называем Кавказом, это у них какая-то непонятная часть выборов. Когда нет демократической партии, республиканской выбирают кандидата, какая-то часть этих выборов у них почему-то называется Caucasian. Я не знаю почему. Вот. Это уже политика. Ага. Да. Это уже политика, мы не занимаемся политикой. Мы просто делаем кавказ. И еще. И еще. И еще. Я тебя знал, что будет такая хорошая экскурсия. Слушай, я бы это... Самая длинная дегустация в моей жизни. Серьезно? Давай, это же время здесь, завтра. Который час? Можно уже? То есть, тогда я вас попрошу, присоединиться к следующей группе. Хорошо. Да, я экскурсию начну в этой группе. И потом на дегустацию мы больше не поднимемся. Я до следующей группе подниму. Хорошо. Извините, что мы развалили дюту с Кериевым. Мне было очень-очень приятно. Спасибо большое. Я все равно остаюсь спокоен. Я иду на экскурсию. Все. Сейчас начинаем экскурсию. Такая чудесная у нас экскурсия. Я... Я иду. Я explicit ign, что она взяла в�라. И ты посещая теперь... У иди отсюда. Это был случай трещ'. Скорей 64-11-11- bekommen. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон